Почему из гаранта стабильности США становится жандармом Азии? Убежден, что открывшуюся в понедельник в Хашмине российско-вьетнамскую конференцию Международного дискуссионного клуба «Валдай» следовало провести в местном музее жертв вьетнамской войны. Его экспозиция, сопоставимая по масштабам и трагичности с музеем Холокоста «Ят вашем в Иерусалиме», во многом созвучна теме заседания валдайцев, которое было посвящено вопросам безопасности в азиатском регионе. Рискам и возможностям. Музей не просто собрал, как констатируют путеводители, доказательства преступлений американских военных на территории Вьетнама с 1957 по 1975 годы. Сергей Лавров принял участие в российско-вьетнамской конференции клуба «Валдай». Фото – Александр Щербак, ТАСС. Экспонаты свидетельствуют о геноциде, который осуществила поучающая всех демократии великая держава, применявшая химикаты и напалм для расправы с политическими оппонентами и при этом до сих пор считающая такой бесчеловечный подход к вопросам миропорядка нормой. Но музей в Хашмини также демонстрирует, на какие подвиги способны нации, сражающиеся против колонизаторов, и как важна единая, неделимая, обеспеченная международным правом безопасность в Юго-Восточной Азии, чтобы нигде более не повторилась вьетнамская трагедия. Выстроить адекватную современным реалиям надежную и открытую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возможен только совместными усилиями. Попытки переформатировать существующий порядок под конъюнктурные интересы отдельных игроков чреваты откатом к блоковому мышлению, подтвердил, выступая на Валдайской конференции Лавров. Хотя министр не произнес пугающее слово «война», в его речи упоминались закрытые военно-политические блоки, базирующиеся на философии сдерживания той или иной страны, недвусмысленный намек на действия США в регионе. По мнению экспертов Валдайского клуба, американцы добиваются сохранения зон своего эксклюзивного влияния в Юго-Восточной Азии. В 2018 году Вашингтон объявил о том, что берет на себя обязательства до 2023 года ежегодно выделять полтора миллиарда долларов на повышение обороноспособности стран-партнеров в регионе укрепления союзнических отношений в качестве ответа на якобы дестабилизирующие действия Китая. Минус. Сумеет ли Россия отразить наступление США на свои интересы во Вьетнаме? Америка из гаранта азиатской стабильности в прошлом превратились в страну, сталкивающую государство региона между собой, чтобы поделить их на враждебные группировки, считает доцент кафедры прикладного анализа международных проблем ГИМО Андрея Безруков. Ставшие реальностью торговые войны и санкции подорвали основы прежней всеобъемлющей глобализации, заменив глобализацию для всех на глобализации для желающих. Страны к поиску союзнических конфигураций, где бы они могли рассчитывать на защиту своих интересов от внешнего принуждения. Одной из центральных структур, пользующихся безусловной поддержкой со стороны Москвы, остается, по словам Лаврова, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, ОСИАН, и созданные вокруг нее механизмы, чью инициативную роль неправильно подрыть. Как утверждал министр, российско-осеановская стратегическая связь становится важнейшим фактором обеспечения региональной безопасности и стабильности. Из гаранта азиатской стабильности США превратились в страну, сталкивающую государства между собой, чтобы поделить их на враждебные группировки. Сравнительно небогатая история отношения Москвы с государствами Юго-Восточной Азии выглядит бесспорным конкурентным преимуществом России. Наша страна не берет на себя лишнюю ответственность, не впутывается в неразрешимые конфликты и действует в логике спроса и предложения, чем не могут похвастать длительное время вовлеченные во внутриазиатские противостояния великие державы. Клиниев в регионе хватает, но надо наводить мосты, искать приемлемые решения. Мы не участники региональных споров, пояснил позицию Москвы Лавров. Если же говорить о долгосрочных целях России, то они, по мнению валдайских экспертов, заключаются в поддержании максимально возможной стратегической автономии стран региона и, прежде всего, Вьетнама. В мире США.